Девчонки, привет! Сегодня я ездила по делам, заехала в FixPrice. Цены, конечно, атомные. Крем, который мне советовали с алоэ, я там не нашла. Который какой-то крутой должен быть. Сходила с телефоном, нету. Ну ладно, купила покупочки, подарочки к 8 марта. Всё как обычно. И сейчас покажу вам, что я тут накупила и сколько всё это стоит. А ещё, кстати, ну не то, что к 23 февраля, но который уже там про 300 лет назад пришёл, ну просто купила сувениры. В общем, у меня сегодня мужская и женская. Девчонки, давайте смотреть. Так, во-первых, в FixPrice продаётся вот такие красивые... Так, вот так покажу. Вот такая красивая коробка конфет. Тут, наверное, красивее коробка, чем конфеты. Стоит 200 рублей. А сорти вот такое вот. Очень хорошо, как в подарок. Мало ли, сувенир, да, кому-то пойти подарить. Решила свет включить, так что вот Митя гуляет, Миша не хочет. Так, Миша ещё на антибиотиках сидит. Кот его подрал чужой. Вот, но Миша как-то сначала болела всё, теперь не хочет. Кричу, мы ездили опять с Мишей. Видите, уже с прививкой довольной, счастливой. Я глистогонку дала, потом подождалась 10 дней. Миша выпускала два раза в день утром. Вот, ну или раз в день даже. Там, когда раз, когда два. Миша успел подраться. Я всё думала, привью его. Но вот, получается, сейчас на антибиотиках сидит. У него ранка на шее. И у него температура даже поднялась. И лапа болела. Ну, короче. Ну, не на шее, а на плече, как бы, скажем. Ближе к шее, поэтому... Короче, его покусали. Метку у нас не конфликтный. Поэтому Митя уже с прививкой. А Миша сидит дома. Только выпускала днём, когда точно уже ближе к вечеру. Знаю, что никакой кот здесь уже к вечеру не пойдёт у нас. Миша, пойдёшь на улицу? Ну что, идёшь? Идёшь? Нет. Не хочет. Ладно. Продолжаем. Вот такая коробочка конфет. Тайна. Вот с такой какосянкой. Так, сейчас как-то попробую. Так, не-не-не. Вот, вот такая вот. У нас тут темновато, да? С ней исключила. Но всё равно темновато на террасе. Просто хочу всё убрать. Стоит 100 рублей. 99, по-моему, что такое. Ну, это 199. Но я так округляю на счетах. Девочки, люблю вот такие чипсы. Не знаю. Не могу. Прям люблю. Они, знаете, как подушечки такие квадратные. Они у нас продаются обычно в сельмаге. Я тут увидела фикс прайс. Прямо пока на кассе в очереди стояло. Они, по-моему, 29 рублей стоят. Красный экран. Но мне всё равно какой вкус. Они просто как подушечки. Дешёвенькие. Но прям не смогла удержаться. Так, дальше буду показывать. Носки мужские. По-моему, 79 или сколько-то мужские носки. Это я взяла работнику. Митя прибежал. Давай. Я долго думать буду. Не думаю. Работнику на конюшне, который, помните, у меня лошадка была. Но я когда приезжаю туда навестить у нас конюх, я ему приглашу всякие мелочи. Праздники давно прошли, но всё равно. Так, я ещё сестре не дарила подарки. Это Кириллу шоколадки. Он любит. То есть, я просто пакет собираю. Потому что я им ещё на 23-й не дарила, на 8-й. И мне не хватало Кируши подарок. В общем, племяннику. Так, я ему вот эти конфетки. Так, это всё Морато. Тоже носки. То есть, знаете, взяла одни же такие, как бы даже не шерстяные. Потому что сейчас уже весна. А вот как на акриле. Но вот здесь скользкие. Знаете почему? Чтобы, если шерстяные в них забиваются опилки, ну, когда в сапоги попадают, и не вычистить. Вот с таких вычистить. Я же понимаю, что на конюшне здесь они такие махровые, но они внутри, вот на махре. То есть, они толстые тоже носочки. Ой, как-нибудь. Вот так, наверное, буду показывать. То есть, они плотненькие довольно-таки. И взяла ещё один комплект. Не комплект, а одну пару. Так, а это себе взяла носочки. Так, почему-то плохо видно. Это я взяла себе вот такие носочки мягенькие. Вот. И у меня сейчас, вот покажу. Вот видите, тут Sports. Кстати, очень классные носки. И вот они. Это, похоже, я покупала их в этом. Вот они. В Fix Price. Вот. The Way 3640 размер. Например, взяла тоже вот одну пару. Они длинненькие. Ну, это как раз закрывает голену. Ну, вот как лодыжку, если... То у меня все носки низкие. Вот такие прикольные. Они между катышами пошли. Поэтому вот я взяла вот себе одни такие чёрненькие. Это снег. И вот одни вот такие вот коротенькие, тёплые. Освежить свои носки. Надо мне выбрасывать много носков. Мне когда в катыш начать сваляться, я всё выкидываю. Не люблю чёрные носки, но зимой, когда холодно, особенно с сапогами чёрными, конечно, одеваю тёмные носки. Так, девчонки, покажу сейчас трусики. Вот такие трусики я часто люблю покупать в Fix Price. Они постоянно есть уже много лет и продаются. И у меня таких штук 20, наверное, белых и чёрных. Я как бы люблю, знаете, целую кучу иметь трусов и редко стирать. Вот. И они вот 44 размер. Я беру и как-то вот как носила, так и нашу. Потому что они немножечко могут растянуться. Хотя размер у меня вроде уже 46, да? Ну, не вроде, а 46. И вот дела одни. 44 тоже чёрненькие. Вот. Нравится мне прям, нравится-нравится. Вот это всё потом со временем... Это хлопочек, по-моему, 100%, насколько помню я. Потому что у меня нереально такие... Нет, у 6% фолостан. Потому что они такие классные. Они не растягиваются. Они шикарные. Они приятные к телу. У меня как бы тело в них не потеет. Вот это самое плюс. Потому что в синтетике я уже не могу ходить. Хорошая резинка. Она никогда не растягивается. Максимум, что у них выходит из строя. Это начать застирываться вот эта часть. И, ну, естественно, рюша. Но рюш очень не быстро выходит из строя. Поэтому всё окей. По-моему, по 99 рублей. Так. Это я взяла себе прокладки. Вот люблю такие. Они, кстати, очень классные. 149 рублей стоят. Именно вот с такой сеточкой. Белла вот эти. Вот они довольно тоненькие. И они дышащие. Мне нравятся они. Знаете, Always прокладки некоторые. Я не очень понимаю. У них они бывают длинные слишком. Эти вот прям такие. Не длинные, да. А то... Сейчас покажу. Знаете, ощущение, что до живота и до поясницы. Вот эти вот нормальные. Так. Дальше погнали. Вот такой вот шампунь. Гель, пена. То есть три в одном. Вот большой такой. Это я, Кирюша, вкусный. Очень 650 миллилитров. Взяла вот как раз в подарок Кириллу. Вот. 23 февраля. Не знала, что ему подарить. Но всегда, всегда нужны гели для душа, шампуни и все остальное. И всегда нужен им сколько? 11 лет, да? И шоколадки он любит. Так. Этот гель для душа я взяла в подарок тоже. Девочки знакомые. Такой формальный. Вот. И... Ой. Обратите внимание, девчонки, кстати. У них вот эти все много гелей для душа. Они не заполнены полностью. То есть сначала там стоят какие-то полупустые. Прям берешь, чувствуешь, что их мало. Ну вот. А потом я там из дальней эпохи беру и все классно. Вот. Хотела в Магнит Косметик зайти. Но раз уж Экспрессия нашла, вот купила такой. Можно вот так вот подарить коробочку конфет и гель для душа. Хороший подарок, да? Вот. Кого мало, знаем коробку конфет. Очень красиво. Прям красиво. Так. Это все Мурату. А потом тут про шампунь. Я вообще люблю ему дарить все там три в одном, но не было в наличии. Вот какой-то эгоист там за 100 рублей, по-моему, или 79, или 90, я не помню. Ну, короче, 100 рублей. И три пары носков. Так, как вы сейчас же третьи носки. А третьи носки вот такие тоненькие, обычные. То есть я ему как бы три варианта взяла. Вот. Тоненькие, потолще на махре и еще потолще. Вот. Потому что носки, конечно, всегда на конюшне особенно выходят из строя и шампунь. Обычно вот иногда беру мою еще полотенце. Это вот там покупаю в Васильке. Но я тут сейчас не заказала. У них все-таки заказ ни в день, ни в день не идет. Вот. Я положу в мешочек. И когда я пойду на конюшню, туда, ну, мимо проезжать буду, заеду и, ну, как, завезу ему подарок. Потому что все-таки иногда езжу я все-таки туда. И очень хороший конюх у нас был. Но он такой дяденька немолодой. Ну, вообще, как бы не был, он есть. Вот. Очень хороший конюх. И я благодарна ему за то, что он хорошо кормил, смотрел за лошадкой, когда ей было плохо. Он сразу звонил мне. То есть не там, если что-то увидит, что-то не то, сразу звонит. Мне это так нравится. Потому что вовремя оказывала ей помощь. Вовремя. Это очень важно, да, не пропустить время. Многие конюхи не звонят. Ну, лежит лошадь, и ладно. Ладно, потом через 2-3 часа там уже начинает звонить ночкону. Ночкон потом, когда, ну, понимаете, да, вот 25-й руки. А тут он всегда-всегда сразу что-то не то, сразу мне позвонит. Если что-то ему не нравится, тоже скажет вот там то-то, то-то. Я уже сама решаю. То есть он такой человек хороший. Если плохо она идет, он мне сразу звонит, говорит, она в леваду плохо идет. Ну, что-то такое. Ну, в общем, короче, он очень внимательный. И мне нравится, что он никогда не просыпает и не ленится. Хорошо убирал лошадей. Кормил вовремя. То есть насколько бы там плохо себя не чувствовал, прям молодец. Редко такие конюха бывают. Ну, в общем, короче, я всегда ему что-нибудь покупаю мелочь. Ну, это, понимаете, это, конечно, мелочь. Вот. Ну, и ему приятно, и мне приятно. Несколько человек такие мелочи ему подарят. И уже не надо будет ему носки себе покупать, там, перчатки. Я ему тогда набор дарила, перчатки рабочие, шапку, носки. Вот Рудольф мне доставлял рабочую одежду, как раз, помните, показывал. Я ему кружки дарила, я не знаю, там, ну, вот полотенца покупала. Конечно, все надо бы в комплекте. Ну, по чуть-чуть. Каждый раз приезжаешь, что-то привезешь. Человеку очень приятно. Еще какие-нибудь печенья надо ему с собой. Ну, это я в магазин потом, когда соберусь, поеду. Стоим печеньки к чаю покупаю. Так, ну, человеку, чтобы было и тепло, и приятно. Так, ладно. Потому что они с конюшней не часто выбираются. То есть у них, конечно, у всех разрешение есть. Они здесь живут, ну, живут как бы с разрешениями, ездят по городу. Но они настолько редко выезжают. То есть у них один выходной в неделю. И то они должны покормить с утра и вечером, да, с утра еще убрать. И поэтому, получается, по факту у них выходной несколько часов. То есть вообще вот. Но, если так честно сказать, у них выходной они должны кормить и убирать лошадей. Нет, не убирать. Выходной они не убирают, они кормят. Кормят четыре раза в день. Четыре раза в день. Плюс еще, если вы доплачиваете, они выходной вводят лошадей гулять. То есть одевают попоны, снимают и дыдя, да. Поэтому по факту они, в принципе, не выезжают с конюшней. Но если надо, то кто-то может заменить, покормить, там лошадей завести. Они могут на несколько часов уезжать, но, в принципе, им не нужно. То есть максимум они бегают в магазин. То есть между перерывами лошади погуляли, они покормили на обед и знают, что у них примерно, да, там часа два-три они куда-нибудь ездят. То есть ездят в магазины ближайшие в Сельмаге, да. То есть вот все за продуктами, что-то купить бытовое и все, и обратно. То есть вот крайне редко, раз в несколько месяцев они только могут выбраться в город, куда-то, за чем-то. И то всегда, если лекарства нужно, они попросят купить. Ну вот продукты сами покупают, да, и сами готовят, конечно. И целый день рабочий. Ну, в общем, они без выходных работают, скажем так, вот так. То есть они там живут и работают. Ну, потому что куда им еще идти? Ну, как бы молодежь-то ходит, а у нас такой дяденька в возрасте. Ну, такой, ну, как не старый он, но где-то, не знаю, лет 50, наверное, ему. Вот, ну, очень работящий, вообще-то очень странно для такого возраста. Короче, я ему безумно благодарна. Он последние годы на школе был. Да, это у нас был молодой парень, которого я знала уже 300 лет. Ну, относительно молодой, там, 30 с лишним. А знала я его с 18 его лет, когда он на первой конюшне у нас с братом, с тремя братьями работал, ухо четверо было. А на одной конюшне, на другой, на третьей. И вот он мне тоже несколько лет вел мою лошадь. И плюс бы коноводил. И он такой худенький очень, меня все устраивало. Он, по-моему, 4 года был, или около 3 лет с ней. Это хер было. Я просто, ну, была счастлива. Он и коновод бюджетный был, и целыми днями возле нее. В общем, постоянно возле нее. Вот, но он уехал домой. У него с ребенком проблемы с здоровьем начались. Все, он все бросил и уехал. Поэтому, я не знаю, вернулся он или нет. Ну, как бы, знаете, место занимается, да. И вот после него пришел Мурат. Нет, Ишмарза был такой дяденька, немолодой, тоже очень уставал. Он был приятный, вежливый, но уставал часто. Он где-то около года поработал. И вот потом Мурат. И Мурат работал, это просто тоже вот. Он не молодой, поэтому он с лошадьми не ходит и не коноводит. То, что он не умеет. Но он гулять выпускает, одевает, переодевает попоны. И когда ему говорили, что вот она мокрая, не одевайте, возьмите. Он даже пойдет позвонит мне, говорит, попона мокрая. Это вообще редко в конюха так делает. Не высохло. Я говорю, ой, зайдите, пожалуйста, в муничник, возьмите там в углу. Вот там-то на дальней полке конюха. Они ищут никаких попонов. Не все должны висеть у дяденька. Нет попоны сухой, а лошадь просто не идет гулять. Он очень внимательно позвонит и спросит. Да, вот это тоже такой плюс, потому что это человеческое отношение. То есть у него по факту он должен взять то, что у лошади рядом. Если мокрая, значит лошадь не гуляет. Ну, это как бы мы приняли решение, что если мокрая, иначе в мокрой одежде лошадь пошла в снег, в дождь гулять. Да, в мокрой одежде она и простынет. Вот. И это мои проблемы повесить пять попон, но при этом пять попон вешать нельзя у дяденька. Понимаете, потом бывает день, снег. Например, там погуляла она, попон он посушил. На следующий день утром. Она у меня утром гуляла, днем, например, да, уже две попоны мокрые. Утром следующее он подходит, берет сушилки попону, а она еще мокрая. Потому что когда дожди, попоны все просто мокрые. Просто, но они не успевают высохнуть. Там друг на друге висят, естественно, не просыхают. И он мне звонит и говорит, где взять еще. Есть попона еще? То есть он хочет, чтобы лошадь погуляла. Какой он молодец. Ну, так что бывает так, что я оставляю, уехала, и на следующий день я могу не приехать. Она вот может что-то замотаться, не оставить там лишнюю попону, потому что много вещей, что дневника нельзя. Видите? Или не обратить внимание, что она не просохла. Ну, короче, там много мелочей, девчонки, на самом-то деле. И уборка, и кормежка. И когда я прошу, у меня тут таблетки, вот это сначала, потом вот это, потом вот это, морковку дайте, то-то дайте. Морковка не входит в их дачу, чтобы они мыли, но я ее поставлю, он все принесет, все сделает. То есть он забирал миски, все делал, как я там, какое время просила, в такой замочит. Короче, очень внимательный человек, это очень редко бывает. Такое человеческое хорошее отношение к животным. Это реально редко. Потому что в основном ребята узбеки работают, узбеки, таджики, пришли, покормили, убрали все вот такое, на потоке. Ну, кстати, больше 50 голов. Конечно, и вообще они там лошадей не замечают, не помню, как их зовут. Вот, он у нас один на конюшне был. Надо подмести, убрать себе, приготовить поеду. Ну, короче, девочки, я настолько благодарна, потому что, ну, правда, нам настолько с ним везло и везет. В общем, всем везет, у кого он еще работает. Так что, вот, надо это не забывать. Ладно, много текста, говорю, покажу вам еще трусики. А то так и распалилась. Ну, просто не знаю, скажете, зачем ты какую-то мужику покупаешь, там, носки, это и все такое. Я могу хоть трусы купить, потому что я понимаю, что человеку лишний раз не уехать с работы, да, и он будет ходить и дырками сюда нашивать. Поэтому это нормально. На конюшне нормально покупать все подряд. И носки, и трусы, и все на свете, как бы, конюха. Ну, то есть я, конечно, трусы ему не покупала, но это нормально, в общем. Так, короче, вот такие трусики еще. Какие-то новенькие появились, девочки. Я взяла размер, вот здесь вот бирка, да, 44-46. Не знаю, маловато взяла или нет, но они потом идут 46-48. Их не было, 46-48 в черном цвете. А в белом вообще не было, был какой-то телесный, но некрасивый. 99 рублей, не знаю, попробую. Кстати, те, которые до этого брала с рюшками в фикс-прайсе, мне все отлично подошли. Там и 46-й был, и 44-46. И вообще они классные. Мне кажется, что очень много рюшек, они длинные. Я боюсь, что быстро вот эти рюшки в негодность придут после стирки, потому что я стираю все не на сидящих режимах, вы помните. У меня вообще все по максимуму идет с сжимом там. Поэтому вот такие попробовала взять на резинке. Я надеюсь, что будут неплохие. Если что, потом, если буду дальше покупать, поделюсь, вам расскажу. Но вот эти, это вообще как бы топчик-топчик. Вот эти рубчик мои, трусики, и красиво смотрятся, и топчик. Берите свой размер всегда. Так, там бумажечки мои. Вот такой крем какой-то был, пока искала тот крем с алоэ. Хорошая девушка мне посоветовала. Но вот там нету. Так, АЕ, витамин вот этот вот, да-да-да. Ну, здесь пальмитат, да, по-моему, я смотрела. Ну, это слабенький такой крем, в общем. Ну, я думаю, что так просто помазать на лицо, на руки вполне подойдет. Стоит 50 рублей. Так, давайте посмотрим. В тюбике мне надо, чтобы было. По-моему, в тюбике, да, в тюбике. Так, на лицо размазать. Знаете, иногда пантаналку. Как бы вот, вот люблю что-нибудь на руки, да, вот это вот, чтобы руки были лучше. Ретинол и пальмитат, да, он тут и какой-то там, ну, что-то простое совершенно. Вот такой кремушек. Вот, в пустых банках потом вам как-нибудь покажу. АЕ, витамин. Там был просто А, просто Е, я решила в комплексе взять. Вот такая цена. Вот. Такой можно даже тело мазать. Ну, только смотрите, на солнце нельзя выходить, да. Ну, у нас сейчас солнце... Смешно, солнца нет. Так, и, кстати, за 50 рублей там стали продаваться вот такой противоспалительный лосьон без проблем. Болтушка салициловая плюс цинк. Так, девчонки, вот подсушивают прыщи, устраняют, угрю, усыпят. Кому детям надо, берите. Значит, что хочу сказать. Обычно я беру с антибиотик левомицетин, спиртовой раствор. Вот туда добавляю оксид цинка, такая банка, окись цинка, точнее, жидкость там с цинком и иногда немножко календула. Ну, сейчас уже не добавляю. И вот у меня стоит, ну, это точечно на прыщи. А салициловая кислота, она подходит, кстати, как скольки процентные. Тут даже не знаю, тут не указана салициловая кислота. Я думаю, что 1%. Все вот эти клеросилы содержат 2% салициловую кислоту. И все средства от прыщей содержат салициловую кислоту. Поэтому бояться этого не надо. При попадании на солнце никаких она не вызывает этих пигментаций. Так что все окей. Она подсушащая, вяжущая. Цинк тоже подсушивающий. Поэтому, в принципе, такая болтушечка очень даже неплохо. Так, я не себе ее купила, купила пельмяницу. У меня вроде какие-то прыщики стали появляться. Вот я хочу ей дать такую банку. Пусть она там брызгает. Ну, мажет себя. Потому что если с антибиотиком, знаете, начинают на все лицо мазать. Нет, это не совсем хорошо. Не есть гуд. А вот это вот как раз наличка прямо супер. Поэтому не пугайтесь салициловая кислота. Она в аптеках продается. Я обычно покупаю в аптеке. Салицилкой только вытираю лицо. Потом PH восстанавливаю. Но сейчас я уже не вытираю. Сейчас только вот левомицетин бывает вместе с оксидом цинка тоже. Да, отисю цинка. Только точечно на прыщики. Так втираю. Ну, то есть на ватные диски и прям втираю те точки у меня с прыщом большим. А все остальное лицо не использую. Потому что салицилка, она сушит. Левомицетин, понятно, антибиотик на все лицо не мажется. Ну, вот такая. 50 рублей, короче, девочки. Если кому надо, детям, там прыщики возрастные, да, переходные, все такое. Или вообще берите готовенькое. Хотите не готовенькое, можете сами сделать. Купить салициловую кислоту 2%, если кожа чувствительна 1%. И оки с цинкой. Туда просто долить чуть-чуть. Оки с цинкой большая банка. Там взбалтывайте, доливайте там до полной баночки. Потому что салицилки там все не до конца заполняется. Ну, девочки, на глаз, на глаз. Да, хотите погуще, чтобы цинка была побольше, подсушащего будет, побольше добавьте. Ну, вот, все. Вот это все не обошлось в 1800. Представляете, там 1800 с копейками. А, еще вот воду взяла за 41 рубль, пока на кассе стояла газированную. В последнее время люблю газированную. Хотела какую-нибудь вкусную, но не было. В магазин идти продуктовой мне некогда было. Вот, в общем, вот. 1800, боже мой, да, кошмар. Вроде ничего я не взяла. Ну, вот, как-то так. В общем, рассказала вам об одном, а о другом погоде, о природе, о конюшне. Вот, все. Желаю отличного настроения, желаю прекрасной погоды, хороших подарков и, в общем, здоровья, здоровья, здоровья. Всех целую, встретимся завтра. Пока-пока. Кстати, девчонки, что вы любите покупать в фикс-прайсе? Вот это, кстати, на заметку, кто меня до конца досматривает. Что вы любите в фикс-прайсе покупать? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я, может, обращу внимание, там такой ассортимент большой, что, в принципе, не знаешь, что брать, что не брать. Ну, то есть, как-то проходишь, берешь основное, а много-много пускаю. Так что, жду вас в комментариях. Девчонки, привет. Хотите прикол? Сейчас покажу. Я сегодня убирала снег. Вообще полностью убирала. И мы ходили к соседям в гости, и сейчас его навалила. Вот сейчас мы опять убираем, потому что мы шли от дома и просто провалились. Вот сейчас покажу, сколько тут снега, видите? То есть, я его вечером убирала, до 6 часов вечера. И вот, покажу. Вот там мы одну машину очистили, вторую я сегодня чистила только. И сейчас все же идет снег, как видите, он просто валит. Сейчас так вот покажу. Ой, это у меня как-то темновато. Вот, и, в общем, это просто кошмар. Он, конечно, легкий, но он реально, я не знаю, как завтра машины на работу поедут с утра. Это вообще что-то нечто. Короче, марта уже скоро, 8 марта, а тут такой снег. Ты выезд расчистил? Что видите, вот. Не знаю, как у меня ночью не показывает, но у меня вот сапог. Я, если сапог туда засуну, я проваливаюсь в этот снег. Это что-то нечто. Мы сейчас уже отгребли опять. Ну, опять же, навалит и на дороге там завалено все. Я вообще не представляю, как вот такую высоту. Не знаю, как это показать. Кажется, мало. Но вот в какой сапог превратилась моя машина. Вот, Рудольфа, мы только очистили. Видите, уже вот опять снег навалил. Вот. Вот так быстро идет. Это что-то просто, не знаю, я такое вспомнить не могу. Чтобы так, так, так нас заваливало. Такие сугробины. Хоть очищаю. А я только сегодня, Рудольф, сегодня ходила на лыжах. У меня нога болит. Я говорю, ты иди, а я на меня уже тут навалила. Че, да, шапка у меня тоже сугроб. Короче, я говорю, а я снег поубираю. Я убрала все, что можно. Почистила машины. Пошли в гости. Приходим вот такое. В общем, что будет завтра, даже интересно, если честно. Но в Питере реально огромное количество осадков. Просто огромное. Весна, да, называется. Все, что не догнали за зиму, догоняем сейчас.